Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. И подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 93006384. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, 13 апреля. В эфире программа «Зеленая лампа». Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. И я, Рита Трошкина. И наш гость сегодня Всеволод Зеленый. Бронзовый призер Олимпийских игр. Вице-президент Латвийского Олимпийского комитета. Президент Латвийской Федерации дзюдо. Основатель детской спортивной школы, которая уже много лет у нас существует. Здравствуйте. Здравствуйте, Всеволод. Добрый день. Добрый день. Очень приятно, что вы меня пригласили на этот эфир. И мы очень рады, что вы с нами сегодня. Потому что до этого вы 5 лет назад были гостем «Зеленые лампы». И 5 лет уже прошло с тех пор. И за это время очень много чего произошло. То есть мы сейчас вот об этом с вами и поговорим. Просто хотим напомнить, что сегодня «Зеленая лампа» включается по очень такому острому и серьезному поводу. Мы будем помогать 25-летней девушке Беатрисе. Беатрисе Янсене. И ей нужна помощь очень остро, очень срочно. Ситуация вообще не терпит отлагательства. Она только что буквально вылетела в клинику Израиля. Нужна помощь для оплаты лечения лейкемии. Очень сложный случай. Внезапно болезнь напала на нее. И очень сложный диагноз. Там три разных вида лейкемии. Мы чуть позже подробнее расскажем. И девушка очень стойко все это переносит. И помощь нужна, потому что стоимость лечения со всеми пересадками костного мозга и так далее, она огромная. Даже страшно озвучить. 300 тысяч евро. Но семья и друзья уже треть этой суммы сумели сами собрать. Поэтому есть надежда на то, что такая высокая цена жизни, она все-таки… Мы сможем все-таки помочь Беатрисе. Наш телефон 930-6384. Евро 42 цента за звоночек. Работает две недели в помощь 25-летней девушке вот этой. И, вы знаете, каждый маленький звоночек – это не так мало, потому что вместе они собираются в тысячи и в большую помощь. Вот как папа был тронут в этой ситуации, он нам рассказывал, что они смотрели, кто перечисляет. И, наверное, одноклассники младшего братика там участвовали. И одноклассники девочек в семье четверо детей. Три девочки и мальчик. Он говорит, там по 3 евро, по 5 евро были переводы. И вот с такими маленькой помощью уже собралась треть суммы. То есть собрать реальное. И с сегодняшнего дня вот открыт официальный счет в благотворительном фонде. И семья решила обратиться вот, ну как, публично ко всем людям, которые могут откликнуться. Спасибо за помощью. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Всеволод Зелёный – это гордость Латвии, президент Латвийской Федерации Дзюдо. Вот за 5 лет с предыдущей нашей встречи с вами, Всеволод, много чего произошло. То есть вы в прошлом году вошли в состав исполнительного комитета Латвийского Олимпийского комитета, выбранный вице-президентом Олимпийского комитета Латвии. Мы вас поздравляем. И может быть давайте с этого и начнем наш разговор. С Олимпийских игр. Вот год назад в марте объявили, что летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио, из-за пандемии переносятся на год. Как вы тогда восприняли это известие? И что происходит сейчас в этой сфере? Да, вы знаете, это был на самом деле вызов. Вызов для всех нас. Это не просто перенос на год. Это, в общем-то, изменение целой программы. Целой программы подготовки. Во многом это плюс еще сопряжено с тем, что вы знаете, что цикл 4 года, когда спортсмен готовится. Многие готовятся больше, чем 4 года. То есть они уже заранее начинают свою подготовку и свой Олимпийский путь. И иногда этот год, лишний год или дополнительный год, на самом деле не входит в план. Все нужно менять кардинально. Сейчас спорт, и раньше он был спорт высоких достижений. Это все-таки и точный подсчет подготовки. Человек выходит на пик своей формы. Он готовится, он подготавливается. И вы можете представить себе, что... В этот момент принималось решение об отмене. И, как вы помните, не было даже, когда отменяли, не было ясно, что он будет переноситься в принципе. То есть это был тоже очень большой, скажем так, как я уже говорил, вызов. Потому что все ждали, будет он переноситься или не будет. И когда перенеслось, конечно, всем пришлось адаптироваться, всем пришлось менять планы, координировать. И была, я бы не сказал, была паника, шла для всех стресс. Сейчас я вижу, что, конечно, мы все адаптировались. Большой спорт, профессиональный спорт разрешен во всех странах. Подготовка к Олимпийским играм продолжается. И продолжаются мероприятия очень ограничениями. Это действительно сложные мероприятия на сегодняшний день. Если мы говорим, что мероприятие может проходить для спортсмена в районе трех дней, то сейчас увеличивается это до недели, потому что нужно проводить карантин до соревнований. Вы знаете, что самоизоляция 10 дней еще должна быть практически во всех, которые происходят. И это сложный момент для всего спорта во всем мире. В том числе и, конечно, для латвийских спортсменов. А вы уже получили какие-то предписания официальные о том, как будут организованы эти меры предосторожности? И в каком формате все это будет? Вы знаете, формат сейчас адаптирован на всех официальных стартах по всем видам спорта. То есть это, конечно, самое лучшее, это вакцинация для спортсменов, самое удобное. И, конечно, это постоянные тесты практически каждые 48 часов. На сегодняшний день детали я вам сейчас не могу сказать, какие точно будут. Потому что ситуация меняется практически каждый день. Она меняется. Но то, что будут на сегодняшний день, это будет без зрителей. На сегодняшний день это такое решение, что будут строгие ограничения по количеству стаффа, количеству людей, которые обслуживают. И Олимпийские игры это все будет, конечно, все ограничено. К сожалению, для зрителей, которые, на самом деле, тоже не только спортсмены, но и зрители ждут этой Олимпиады. То есть вы понимаете, что это, я говорю, событие для многих очень большое и грандиозное. Сказать какие-то сверхъестественные нормативы, которые будут там на Олимпийских играх, я вам не могу сказать, что они будут хуже. Я надеюсь, что, наоборот, будут уже какие-то послабления. С учетом того, что пройдет время, и мы можем уже к августу, Олимпийские игры начинаются 23 июля, это первый день. И я думаю, что к 23 июля уже будут найдены какие-то решения, которые позволят облегчить, наверное, для спортсменов, для зрителей я, конечно, сомневаюсь, но для спортсменов позволят облегчить их участие на соревнованиях. Потому что, вы понимаете, сами соревнования – это большая нагрузка, большой стресс. То есть человек, в принципе, себя показать на все 100, на 120, на 150, на все, что он может. И, конечно, все эти ограничения, они на самом деле отвлекают, берут на себя большое внимание. Это, конечно, мешает спортсмену. Поэтому спортсменам сейчас не будет нелегко. Всяка Международного олимпийского комитета и оргкомитета олимпийских игр сделать так, чтобы эти все быстро, без всяких задержек и проволочек. Я думаю, что это будет соблюдено. Мы знаем, что Япония – такая страна очень дисциплинированная. Она, на самом деле, может фору дать всем по тому, как она устраивает мероприятие. Мы надеемся, что все пойдет очень хорошо. А скажите, а вот ваше личное такое ощущение? Все-таки спортсменам во время соревнований, во время сражения любого нужны зрители? Вот нужны эти эмоции? Вот как вы без этого обходитесь? Как это происходит? Вы знаете, человек привыкает ко всему, для всех равны. На сегодняшний день для всех спортсменов одинаковые условия. Это немножечко успокаивает. Есть спортсмены, которым обязательно нужно подпитаться зрителями. Есть свой фан-клуб, есть свои близкие и так далее. Но приходится перестраиваться. Это тяжело. Это один из моментов. Есть, знаете, спортсмены, которым, наоборот, очень комфортно, когда на них никто не смотрит. Ведь зрители – это тоже определенная нагрузка. Это ответственность перед зрителями в данный момент и в данную минуту. Поэтому есть спортсмены, которым хорошо, что нету зрителей. Но в основной массе, конечно, это тяжело привыкать, выступать с пустыми трибунами, где нету порой той поддержки, которую ты ждешь, нету близких. Это, конечно, тяжело. То есть ты борешься… Ну, в принципе, спортсмен в принципе борется сам с собой. То есть он же… Понятно, что самое главное – это преодолеть себя прежде всего. Такая внутренняя должна быть такой стимул и мотивация. Но немаловажно, конечно, это те, которые находятся рядом. И когда спортсмен лишен этой поддержки, это, конечно, тоже… И это еще один вызов, который на сегодняшний день есть у спортсмена. А наша программа «Зеленая лампа» всю эту неделю была связана со спортом. Потому что мы помогали сыну латвийской спортсменки Инге Кожаренок. Она была участницей Олимпиады в Сиднее, рекордсменкой… Вместе с вами, кстати, да. Рекордсменкой, чемпионкой… Да, я, конечно, мы знакомы. Да, чемпионкой Латвии. Она копьеметательница. И у нее очень тяжело больной сын. Нужна была… Она просила помощи собрать средства на операцию на ногах для мальчика. И было собрано… Сейчас мы итоги озвучиваем. 12 023 евро. И принято на наш благотворительный телефон 2049 звонков на сумму 2560 евро. И мы не ожидали такого отклика, потому что… Мы лахнули сами, да. …подключились и спортсмены, и спортивные журналисты, и спортивные порталы. Мы очень благодарим всех коллег. И этой суммы хватит не только на оплату этой операции, о которой, в общем-то, Инга просила, да. Но и следующая операция сложная, которая предстоит мальчику, а также реабилитация, ортезы. И так как мальчик в тяжелом состоянии, то вся эта сумма, может быть, даже растянется и на… Чуть-чуть хватит даже на следующий год. Огромное всем спасибо. То есть, Инга была вашей коллегой по олимпийской сборной в Сиднее. В Сиднее, да. В Сиднее у нас была достаточно большая команда. Понятно, что каждый вид спорта, у него свой сектор, да, и свой график. Но это была хорошая команда, я помню. Каждая… Я участник четырех олимпийских игр. Я могу сказать, что у нас каждая команда была очень дружная. И мы со многими общаемся и до сих пор встречаемся. И это, на самом деле, олимпиада и олимпийская команда, на самом деле, очень сближает людей. Вы вот бронзу свою получили как раз в Сиднее, да? Как раз в Сиднее, да. У меня была первая медаль в команде. Там было три медали. У меня была бронза. У Айгора Фадеева было серебро. Ходьба на 50 километров. И Игорь Вихров занял первое золото с 92-го года с независимости Латвии. Это было первое золото, которое он принес для Латвии на олимпийских играх. А сейчас какие шансы у латвийской сборной? Вот как вы оцениваете? Вы знаете, мне очень трудно оценить, тем более в этой ситуации. Если вы меня спросили год назад, да, я бы вам, наверное, более точно сказал. Я не хочу выделять кого-то. Сейчас идет процесс, вы знаете, еще не вся сборная отобралась. Сейчас идет процесс, он закончится где-то плюс-минус в июне. По всем видам спорта закончится мировой отбор на олимпийские игры. По всем видам, как я уже говорил. Сейчас это все проходит. У нас уже есть квалифицированные спортсмены. И легкая атлетика, и пляжный волейбол. И недавно наша прославленная борец Анастасия Григорьева получила лицензию на олимпийские игры. И я, на самом деле, за всех болею одинаково и думаю, что у всех есть шансы. Знаете, олимпийские игры – это ты должен сделать все через «не могу» и должен постараться сделать больше, чем ты когда-либо делал. Да, это такой твой, я не знаю, как правильно назвать, не час, ну челлендж. Челлендж. Челлендж, наверное. Да, 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 час. Всеволод, вот сейчас уже несколько стран – США, Китай, Франция, Таиланд, Корея – они выступили за отмену сроков и перенос игр в Токио из-за коронавируса. Вот как вам кажется, ваша спортивная интуиция, чем это может закончиться, в принципе? Вы знаете, трудно сказать, всегда, даже когда не было такой ситуации с ковидом, на каждую олимпиаду всегда существуют протесты, и даже местных жителей существуют протесты, и они хотят отменить эти олимпийские игры. То есть есть «за», есть «против». То есть так оно существует. Даже в Сене, если вы помните, поднялась такая тема, что местные аборигены вспомнили, что они все-таки местные жители, и тоже были большие протесты, и эти протесты поддерживались в мире, почему проводится олимпиада на условно англичанами оккупированной территории. То есть и так далее. Даже такое было. Поэтому я смотрю на это с таким, что мое личное мнение, что олимпиаду проводить надо, даже в этих условиях, потому что если мы уже живем в этих условиях, то нам нужно адаптироваться, нам нужно привыкать к новым условиям, даже к таким условиям, и все-таки двигаться, а не отказываться от движения. Ну вот олимпиады и протесты, по идее, какие-то две вещи несовместимы, потому что олимпиады, собственно, по сути своей, были придуманы для того, чтобы всех примирить и гармонизировать в какой-то ситуации в мире. А ваше личное отношение человеческое к той ситуации, в которую российские спортсмены попали в последнее время, когда они не могут не выступать под флагом, не гимн при победе слушать? Вы знаете, про спортсменов я могу сказать, что мне жалко спортсменов, неважно каких, которые не могут выступать на Олимпийские игры не по своей вине. Это к стране не имеет отношения, потому что мы сейчас сконцентрируемся на одну страну, но на самом деле таких случаев не только в России. Вопрос руководства, которое, олимпийское или руководство страны, данной страны, которое допускает такие вещи, то есть это политический, скорее всего, в общем-то политический вопрос, который сама страна и должна отрегулировать. Она отвечает за своих спортсменов, она отвечает за то, что происходит, и поэтому она несет полную ответственность. А спортсменов, конечно, жалко. Мы напоминаем, что с нами сегодня включает зеленую лампу Всеволод Зеленый, вице-президент Латвийского Олимпийского комитета, президент Латвийской Федерации Дзюдо. А помогаем мы сегодня 25-летней девушке Беатрисе, в которой очень констатировано очень-очень тяжелое заболевание. И у ее семьи есть такие подозрения, основания думать, что вот эта лейкемия на нее напала после того, как она переболела ковидом в ноябре прошлого года. Потому что сразу как-то после этого обнаружились неполадки со здоровьем. Она очень спортивная девушка, которая всегда вела здоровый образ жизни, очень милая. Вот почитайте, пожалуйста, статью на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа». И там есть много фотографий Беатрисы. Ну, чудесная девушка. Она такая принцесса. У нее еще есть две сестры и младший братик. И вот эта очень дружная семья. Они сейчас все сплотились, как командная на Олимпийское. И каждый там выполняет свою роль. То есть они распределили между собой задачи, как помогать ей, как найти эти деньги. Обращаются ко всем, ко всему миру. Потому что такая огромная сумма за лечение. Мы до сих пор, конечно, не можем понять, почему, откуда все это берется. Вот такие цифры страшные. И, конечно, очень страшно, когда цена жизни человека зависит от денег. Но деньги, тем не менее, деньги, вот если там всем миром подключиться, как-то можно собрать. И наш телефон 930-6384 две недели будет работать в помощь Беатрисе. А девочки, ее младшие сестры, они придумывают разные какие-то мероприятия, чтобы собирать эти деньги. Кто-то рисует картины, они делают в интернете аукцион, чтобы продать эту картинку. А на днях буквально они организовали, договорились со знакомым тренером, организовали спортивную тренировку на свежем, на открытом воздухе. И каждая тренировка стоила тоже 5 или 10 евро. И те, кто приходили, чтобы помочь, они не просто отдавали деньги, но участвовали в этой тренировке. В общем, очень трогательно эти дети подключились для того, чтобы собрать. И, в общем-то, как они сами говорят, что ближний круг, когда знакомые знакомых, и еще знакомые знакомых, он уже исчерпан. И действительно, они уже собрали 112 тысяч. Это нереально. Нереально. И сейчас официально объявлена акция помощи девушке. И просят у широкой общественности просто подключиться. И хотя бы одним звонком. Или перепостом в Фейсбуке. Если вы увидите в Фейсбуке эту публикацию, она очень красивая девочка. Светлая такая. Просто действительно очень добрый, светлый человек. Просто сделать перепост. С нами сегодня Всеволод Зеленый. И мы через буквально две минуты продолжим нашу беседу после коротенькой рекламной паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». С нами олимпийский чемпион Всеволод Зеленый. Всеволод, вот мы только что закончили, только что рассказывали в предыдущей части программы про девушку Беатрису, которой 25 лет, она борется с очень тяжелым заболеванием и сложный случай, там какой-то тройной лейкемии на нее напал. На ваш олимпийско-чемпионский взгляд такой. Скажите, какие основные качества человеку нужно развивать в себе? Что ему помогает держаться? Что бы вы посоветовали? Ну, вы знаете, в любой трудной ситуации, конечно, собственные качества, конечно, очень хороши. Но я начну, наверное, не с этого, я начну с того, кто находится рядом. Очень важно, чтобы рядом находились те люди, которые хотят и могут, и стараются помочь. И это придает силы. Потому что, конечно, смелость и храбрость бороться за свою жизнь, это, наверное, основное качество. Надо быть сильным. Что такое сильным? Это, ну, такая, трудно сказать, как быть сильным, когда, в принципе, у тебя такое случилось. Это очень трудно. И, конечно, это большая смелость. Не сдаваться – это большая смелость. И этот, я не знаю, это качество, оно вообще присуще по жизни. И оно одно из самых главных – не сдаваться. Да? И не бояться, а делать и идти до конца. Наверное, это самое большое. Это и есть смелость. Смелость и храбрость человека, чтобы бороться дальше, бороться за свою жизнь. И благодаря, конечно, вам, я считаю, что очень правильная передача. И, к сожалению, только с перерывом в пять лет я в ней участвую. Но на самом деле для меня это большая честь и большая гордость участвовать и быть вместе с вами соведущим или гостем вашей передачи в данном случае. И, конечно, я бы хотел, чтобы тоже зрители, многие услышали, что мы можем тоже стать частью, все мы можем стать частью этой проблемы и частью решения этой проблемы. Помочь этой девушке, смелой и храброй девушке, ну, выйти победителем. Это очень важно. Для спортсменов, да, если мы перерывим параллели, спортсмен тоже не может быть один. Да, он один, он борется, он борется сам с собой, но невозможно без поддержки, без людей, которые рядом, невозможно победить. Спасибо вам за эти слова. И напоминаем, что телефон помощи 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Всеволод, вот вы с 2000 года, если не ошибаюсь, руководите своей спортивной школой. Она очень известная. Там где-то более 900, наверное, воспитанников у вас, да? Расскажите, пожалуйста, как сейчас дела в вашей школе идут? Что происходит? Что с занятиями? Что с ребятами? Занятия, к сожалению, у нас контактный вид спорта. У нас несколько видов спорта. Это и дзюдо, и карате, и джио-джитсу. Вот, и, к сожалению, эти виды спорта сейчас нельзя по специализации проводить занятия по этим видам спорта. То есть, в принципе, контакты все запрещены. И мы используем то, что нам можно. У нас есть занятия, онлайн-занятия, у нас есть занятия на улице. Мы очень ждем, когда ситуация станет для нас более благоприятной, мы сможем опять тренироваться. Но мы стараемся, и тоже для нас, вы понимаете, что для нашего вида спорта или для наших видов спорта, когда нам, в принципе, в последнюю очередь, скорее всего, разрешат заниматься нашей специализацией, конечно, сложнее выйти из этой ситуации. Но мы стараемся. Я считаю, что вот в нашей школе тренера, они очень креативны, они находят возможность, контактируют с ребятами, потому что здесь еще важно сам контакт, не потерять его, этот контакт с ребятами, потому что для них тоже очень тяжело переносить учеба дома, в принципе, встреча со сверстниками практически ее не существует, то есть контактов нету. Это очень сложный период. И в данном моменте я вижу, что наша роль в том числе поддержать их. Поэтому, если вот я даже родителей хочу сказать, скорее всего, не только у меня существует такая же проблема, присоединяйтесь в онлайн, присоединяйтесь на улицу, сейчас погода становится теплее, идите заниматься, отправляйте своих детей, потому что это очень важно. Очень важно для их психики особенно, психического состояния. И тренера, они на самом деле очень хорошие и правильные психологи в этот момент. Они поддержат, они могут правильно настроить. И я думаю, что это очень поможет сейчас нам в обществе, в очень сложное время, сохранить себя и двигаться дальше. Потому что сейчас, к сожалению, по спорту, по спортивной отрасли, конечно, будет такой, я не знаю, как это назвать, то есть такая яма, мы немножко откатимся назад. Это неизбежно. Это неизбежно. И для нас очень важно сохранить желание, которое было до ковида, был большой рост в Латвии занятий спорта. Очень много любителей. Это уже становится действительно латвийской традицией. И вот это, потерять вот эту тенденцию нельзя. А закладывается она в юном возрасте у детей. И поэтому моя большая просьба родителям, всем родителям, кто меня слышит, неважно видов спорта, обязательно старайтесь отдать сейчас своих детей на занятия, особенно, если это возможно, на улице. А многие спортсмены считают, что выступают за скорейшее открытие спортивных залов, спортивных клубов и считают, что эти меры предосторожности слишком сложные и не всегда оправданы. Вам как кажется? Могли быть здесь какие-то компромиссы найдены? Да, это сложный момент. Конечно, возможно. У нас есть примеры, допустим, если мы говорим про контактные виды спорта и в той же Японии сейчас есть разработана некая методика, как можно тренироваться тем же дзудаистам, можно тренироваться в зале. То есть это возможно. Вопрос доброй воли. На самом деле мы, конечно, подчиняемся, нас не не делят по частям. То есть мы в общей группе. То есть нельзя спорт, значит нельзя спорт. И, наверное, это сложно выделить для каждого вида спорта отдельный какой-то механизм. Хотя это стараются делать. Допустим, для игровых видов спорта это проще, потому что большая площадка, есть возможность дистанции. То есть скорее всего для легкой атлетики я думаю, что есть большая возможность тренироваться. То есть условно где есть большая дистанция конечно проще. Я думаю, что в скором времени я надеюсь будут послабления в эту сторону. На самом деле организация, которая отвечает за спорт в Латвии это Латвия Спорт Федераспадумы. Она постоянно с Министерством образования консультируется по этому поводу, просит делать изменения. И, конечно, мы за это все боремся для того, чтобы нам дали возможность послабления с пускай более сложными ограничениями, но возможность двигаться дальше нам абсолютно нужна. Вы знаете, здесь такое фифты-фифты, то есть нам нужно обязательно соблюдать все ограничения, нужно быть аккуратным и внимательным, нужно соблюдать всю безопасность, но надо и двигаться, то есть надо заниматься тем, чтобы найти эту возможность все-таки продолжать заниматься спортом и в том числе для детей. Севолод, а вот мы посмотрели на ваших страничках вашей школы, какие прекрасные у вас тренеры и какие у вас достижения у ваших воспитанников и медали, и победы были, да, скажите, а вот только ли в медалях измеряется, ну, наверное, в вопросе уже ответ содержится, но принятый результат измерять медалями и наградами, всегда ли это так? Для спорта высших достижений однозначно так, поэтому он и называется спорт высших достижений, ты не можешь быть, не знаю, спортсменом высокого уровня, не имея высоких медалей, то есть сам уже закладывается сам смысл, то есть олимпийская команда это та команда, которая должна приносить медали, которая, это самая ее основная цель. В общей массе спорта, если мы говорим, конечно, это разные задачи, соревнования и медали, это один из элементов достижения цели, цели стать лучше, да, соревнования, оно показывает, как ты освоил свои навыки, это как и любой экзамен, поэтому, конечно, это приятная вещь, но иногда мы забываем, нас все радуются при медалях, которые мы зарабатываем в раннем возрасте, да, но на самом деле очень важно, как медаль ты зарабатываешь чуть-чуть попозже, да, то есть иногда бывает, люди быстро себя хотят реализовать, а есть те, которые для медали созревают чуть позже, я считаю, что, конечно, основная функция занятия спортом, это не медали или не только медали, это такой комплекс всего, в принципе, это наше поколение, это наша молодежь, которая через спорт приобретает совсем разные качества, да, кроме там физического состояния, здоровья, да, психики, да, коммуникаций, это очень большой спектр всего, что дает спорт и занятия спортом, конечно, медали, это только часть, это показатель, как я уже говорил, навыков, то есть люди тоже в соревнованиях, это же тоже, они же борются, это же определенный стресс, который они учатся преодолевать, имея или не имея медали, вы знаете, что проходят те, которые там у нас, я не знаю, чемпион только один, а в соревнованиях участвуют сотни, но они тоже участвуют, они тоже борются, они проходят эту школу, то есть соревнования, это как часть для всех, выиграл ты или ты проиграл, все равно это часть твоего пути, который ты должен пройти. Я к чему говорю, что, конечно, отвечая на ваш вопрос, медали, это еще не все. А с точки зрения воспитания каких-то человеческих качеств, вот характера, вы уделяете внимание в вашем виде спорта особенно? Вы знаете, без этого вообще никуда, то есть дело в том, что без характера, ты уж точно не добьешься каких-то результатов, результаты, это же не только медали, результаты, это твое продвижение как мастера, то есть у тебя могут быть разные медали, разные достижения на соревнованиях, но упорно добиваться каких-то своих очередных целей, упорства, именно проявлять характер, мы, конечно, без этого нельзя, без характера нельзя, чего-то добиваться, и, конечно, мы закладываем, когда ученик уже не может или не хочет, то есть найти эту мотивацию, проявить характер, когда уже через не могу, когда уже нету сил, нету желания, и это важно. Это большая работа педагога, замотивировать спортсмена в нужный момент, потому что спортсмены, их приводят, вы знаете, детей родителей, сначала это игры, сначала это веселье, потом это переходит потихонечку в определенный такой труд, где уже мало там игр, а больше уже серьезной работы, и, конечно, задача тренера показать, что нужно для того, чтобы довести дело до конца, он учится, самое главное, чтобы спортсмен, и задача тренера, чтобы мы пришли к какому-то логическому завершению какого-то этапа, то есть это тоже обучение, а для того, чтобы закончить, нужно проявить характер, иногда это год, два, три, то есть это целые большие этапы, конечно, характер, проявление характера одно из основных качеств, которые мы прививаем нашим спортсменам. А что такое кодекс самурая? Очень мы любим про это спрашивать. Ну, кодекс самурая, он называется бусидо, он называется бусидо, в переводе с японского это путь воина, если мы говорим про технические названия, это путь воина, это сформировавшийся кодекс порядка четырех веков назад, обратно, и там интересные вещи, которые на самом деле в нашей жизни иногда тоже мы видим, и на самом деле тоже те принципы, которые заложены в кодексе, они на самом деле тоже прививаются через наши виды спорта. Дзюдо, вы знаете, это японский вид спорта, карате японский вид спорта, джио-джитсу японский вид спорта, поэтому часть этих кодекса, часть этого кодекса, она и в современном кодексе дзюдо, этих единоборств тоже существует. Главных, три главные качества, наверное, кодекс Бусидо, он вообще писался для самураев. Три главных качества, это как раз преданность, честность и храбрость. То есть там очень большой список для самурая, что и как надо жить, по каким правилам. Но вот эти три основные принципа, три главных принципа туда заложены, в котором мы сегодня обсуждали, это, конечно, и храбрость. То есть храбрость или смелость, это для человека очень важно. Знаете, у нас в прошлой программе нашим гостем был боксер Ричард Болотник. Вот он признался, что он, несмотря на то, что на него посмотреть на ринге страшно, что он очень сентиментальный человек, и что он плачет над какими-то трогательными фильмами. А скажите, у вас есть какие-то вещи, которые вас очень глубоко за душу берут? Как любого человека, то есть может быть, от фильма редко, конечно, да, то есть но, конечно, меня беспокоят все те же я не знаю, ну трогают, вернее, все те же на самом деле проблемы, как и любого человека. Неважно там проявить не бояться, опять мы говорим про храбрость, не бояться проявить свои настоящие чувства, это тоже храбрость. Поэтому я не лишен этого тоже. Всеволод, вот мы говорили, кодекс самурая, бойцовские качества, храбрость, все. Вот милосердие в системе ценностей подготовки, скажем, бойца, оно какое место занимает? Вы знаете, там несколько позиций, они все на равных. Это дружба, честь, смелость, уважение. Это, ну, в данном случае дружелюбность, у нас там с японского переводится, да, как дружелюбность, скорее, драузба, да, дружба, да. То есть и это все идет, оно не больше, не меньше, оно уже заложено в этом качестве. У нас эти принципы есть как основа. То есть тренер во время занятий все эти принципы рассказывает, да, по примеру, если какая-то ссора на тренировке, да, то есть вы знаете, что спорт сделан таким образом, особенно единоборство, что ты не можешь один, один стать чемпионом, тебе нужен партнер. И если ты с партнером будешь обходиться не как друг, если ты с партнером не будешь честен, не будешь, ну, скажем, быть, ну, вот, соблюдая все эти качества, то ты никогда не сможешь с ним тренироваться, и он с тобой не будет тренироваться, и ты никогда не сможешь стать чемпионом. И это все видно, да, то есть у нас такие, к счастью, у нас такой вид спорта, что ты не можешь один стать чемпионом. Тебе нужно быть в коллективе, тебе нужно общаться, тебе нужно, если ты хочешь что-то получить, тебе что-то надо отдать. Вот у вас есть очень хорошая страница в фейсбуке школа Всеволода Зеленого, радиослушатели могут всех приглашаем туда. Всеволода Зеленого, Зеленого, Скола. А у вас лично есть страница на фейсбуке? Как вообще вы относитесь к социальным сетям? Я отношусь хорошо, но мне хватает общения в жизни. Очень много у меня общения, поэтому у меня в социальных нету. Я бы, наверное, не смог. Я бы не смог отвлекаться, потому что просто много проектов, много разных интересных живых для меня вещей, которые существуют вместе с общением. Поэтому мне хватает, по жизни этого хватает. И я не чувствую, что мне нужно это. Не знаю, почему. Я не знаю, делиться своей как бы постоянной личной жизнью. Мне кажется, сейчас это зашкаливает немножко. И поэтому я и раньше не хотел, а сейчас так точно я не успею ни за кем. А скажем, те, кто занимаются продвижением организации процесса в вашей школе, они вас не убеждают, что в Севолод надо идти вообще в социальные сети, надо своим лицом там рекламировать нашу школу. Ну, во-первых, это уже происходит, и в принципе по статистике так и есть. Я, конечно, лицо школы и даже лицо спорта нашего дзюдо, и, конечно, я в принципе этим занимаюсь. Ну, нужно ли это больше делать, да, еще больше идти в массы, ну, не знаю, надо подумать. А сколько у вас тренеров в школе занято? Порядка 15 тренеров. А вы лично ведете группы? Нет, я лично не веду группы. А в Японии вы собираете? 20 лет назад после Олимпийских игр, когда я решил, чем я окончательно хочу заниматься, мне было 27 лет, это была моя вторая Олимпиада, и для меня вот ровно после Олимпиады я принял решение, что я хочу остаться в спорте, что я хочу заниматься клубной системой, и я себе нарисовал определенный такой план по жизни и начал его реализовывать. Но так как я параллельно являлся профессиональным спортсменом, я после этого еще завоевал несколько европейских медалей, участвовал на двух Олимпиадах еще, то есть как профессиональный спортсмен хотел себя реализовать, то естественно я не мог быть тренером, потому что тренер, это отдельная работа. Я себе представил именно и хотел быть функционером, который организует и дает возможность и тренерам, и детям заниматься. То есть я давал новое качество. На тот момент это был вообще первый клуб практически после 90-х, который в дзюдо появился, потому что к сожалению 90-е, если вы помните, это было очень сложное время для спорта. Если я расскажу через что мы прошли в этой подготовке, то есть я не знаю таких условий больше наверное никогда в жизни не будет. Может они где-то есть, но это целую можно книгу написать, что мы прошли для того, чтобы добиться этого результата. Я понял после этих 90-х, после медали, что я хочу создать школу и другого плана. Я хочу выйти из подвала, условно я так это называл, выйти из подвала и сделать совсем другого качества и дать другие возможности детям. На что на самом деле сегодня мы и добились. Это действительно спортшкола с государственной программой. спортивная школа профессионального направления. Это у нас будут выпускаться спортсмены с дипломом спортивной школы. Мы идем и развиваемся, как 20 лет назад было задумано. Конечно, у меня была возможность быть тренером и мне хочется делать. Меня приглашают не только в Латвию. В Латвии, кстати, реже. За границу я провожу мастер-классы и тренировки. Конечно, это существует. И мне нравится. Но тренера, которые работают у нас, это профессиональные тренера, которые учились и посвятили свою жизнь этой работе. И это намного лучше, чем я. Они тренируют это 100%. Я имею в виду детей, которые у меня есть в школе. Я им, кстати, за это благодарен. Но мы добавим, что ваш центр был признан лучшим в Восточной Европе. и что в 2020 году, в прошлом году, пока все плакали из-за пандемии, Всеволод закончил Академию Мировой Федерации Дзюдо. Так, да? Да, еще к своим годам продолжаю учиться. На самом деле, да, у меня экономическое образование, а спортивного нет. И открылась это была уже Академия, да, это Академия регистрирована на Мальте. От нашего международного от Международной Федерации открылся институт на Мальте, который выпускает тренеров Дзюдо. Вот я и решил приобрести себе еще международное образование и специалиста в области в той же своей области в области Дзюдо. Меня застали врасплох, что-то я как-то Мы вами гордимся. На самом деле, да. Но это еще один шаг каких-то на пути достижений. У нас такая программа получилась о целеустремленности, о вере в победу, о важности какого-то внутреннего стержня в достижении каких-то своих целей реализации планов. И программа эта была посвящена 25-летней девочке Беатрисе Янсоне, которая попала в беду, она переболела ковидом, и потом у нее обнаружили лейкемию, и в Латвии не смогли даже полностью распознать диагноз, диагноз ставили за границей, и потом наши врачи, они сказали, что при нашей схеме лечения они не могут гарантировать никаких результатов, потому что нету опыта, нету протоколов, у нас лечение идет только по стандартным протоколам, и семья по рекомендации доктора нашла возможность лечения за границей, рассматривали Германию, Израиль, Израиль пошел навстречу быстрее, и вот два дня назад Беатриса вместе со своим молодым человеком, который ее сопровождает, полетела в Израиль и начала проходить лечение, на первый этап лечения деньги собраны, но скорее всего ей предстоит и операция там по то, что при лейкемии там стволовые клетки либо трансплантация, поэтому родители и вся семья, четверо детей всего в семье обращаются вот как это ко всему миру, как папа сказал, с миру по нитке, а Беатрисе мы тогда можем спасти жизнь, вот, и мы благодарим Всеволода Зеленого, что он в этой, так вот, ну скажем, ментально поддержал вот эту девушку, она будет слушать нашу программу и как-то вдохновить ее на то, что, ну, не бывает невозможного, нужно верить, нужно действовать, и все будет хорошо. Спасибо большое, наша программа к концу подошла, мы напоминаем еще раз телефон 9306384 благотворительный, и напоминаем, что с нами был Всеволод Зеленый, гордость Латвии, президент Латвийской Федерации Дзюдо и вице-президент Латвийского Олимпийского Комитета. Всеволод, и у нас еще есть одна минутка эфира, скажите что-то, какое-то пожелание. Ну, я прежде всего хочу к Беатрисе обратиться, да, и пожелать ей, во-первых, сказать, что я тоже считаю, что у нее все получится, все будет у нее хорошо, в это не то, что надо верить, а к этому просто надо идти, и все поэтапно, все будет отлично. Пожелать родителям сил и терпения, и всем, еще раз, радиослушателям, я хочу сказать, сказать, что давайте будем причастны к этой победе, которую, ну, на самом деле, без нас, да, очень трудно добиться. Спасибо вам, и желаем олимпийских побед всей нашей сборной и вашим воспитанникам. До встречи, до встречи через неделю. До встречи, национально. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова